добрый день дорогие друзья с вами капля и продолжаем говорить о наставничестве мы говорили о трех вещах которые составляют обязанности наставника мы говорили о том что эта молитва наставление доступность сегодня я хотел бы поговорить на мой взгляд о самом главном молитве 90 процентов труда любого наставника это молитвенный труд мы во-первых не знаем всех ответов я бы даже больше сказал мы вообще не знаем ответ если вы приходите к человеку за советом и у него есть готовые ответы бегите от этого религиозного деятеля у которого все в виде картотеки разложено и он просто выдает вам нужную карточку с правильными ответами на самом деле любой служитель любой пастор любой души попечитель полный профан в твоей личной жизни он абсолютно ничего не понимает ты для него просто закрытая книга запечатанный колодец и этот человек ничего о тебе не знает и не понимает как решить твою проблему у него есть только один способ помочь тебе выслушать и пойти за ответами к богу поэтому молитва является самым главным и самым ключевым моментом в любом служении когда человек который вам служит говорит о том что у него есть ответы не задумавшись ни на минуту то скорее все он вас просто вводит в заблуждение каждый раз знаете нет двух одинаковых людей нет двух одинаковых судеб нет двух одинаковых характеров и совершенно не существует двух одинаковых ситуаций типичные да но одинаковых не бывает поэтому нужен господь и если мы хотим действительно помочь если мы желаем действительно дать реальный настоящий ответ мы пойдем и будем искать его у господа есть люди я знаю таких людей которые каждый раз когда к ним приходят с определенной нуждой их ученики они слушают но ты замечаешь что не слушаю тебя в полуха потому что вторая половина в данный момент разговаривает с богом и несколько таких служителей я знаю которые постоянно находясь в этих взаимоотношениях с богом постоянно находясь в этих живых на отношениях они они говорят говорят с тобой говорят с богом они очень чутки к духу святом когда ты рассказываешь ему свою нужду он слушает что на эту тему думает дух святой и когда ты заканчиваешь он говорит ты знаешь есть что-то у меня для тебя от господа и он начинает делиться теми вещами которые дал ему бог это существует поэтому первое назначение молитвы это когда ты ищешь у бога ответы на свои нужды на нужды тех людей которые являются твоими учениками во вторых это ходатайственная молитва как правило ученики это люди которые не до конца еще вошли вот в это русло движения церкви и могут согрешать могут делать неправильные выводы принимать неверные решения вступать в определенные сообщества и так далее которые будут разрушать их жизнь и между этими людьми их проблемами должен стоять ходатай должен стоять человек который будет постоянно молиться за вас постоянно стоять господу и говорить послушай отец мы будь снисходитель поддержи помоги наставь защити и так далее ходатайственная молитва это молитва которая просто строит стену между вашим учеником и его проблемами если вы станете таким молитвенником то все остальное даже если вы не будете человеком который всегда доступен может быть даже не будете тем человеком который может быстро и правильно отвечать на все вопросы но если вы будете человеком молитвы человеком ходатайства то это уже девяносто девять процентов ваше служение будет успешно поэтому самое важное в во взаимоотношениях наставника и ученика это тайная комната это и и и и и и